Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня недавно умерла тетя, и кажется, что я могла предотвратить ее уход. Кажется, что если я что-то делала или не делала, тетя тогда стала жива. Мне кажется, что я словно опорвергла ее риску, так как в тот период, когда она умерла, я читал молитву за рот. В одном видео, которое я смотрела, говорилось, что при чтении таких молитв могут умереть близкие. Но я все равно решила прочитать молитву, так как надеялась, что она во благо, ничего плохого не произойдет, и мы не доверяем божьей воле. Как убедиться, что я не хотела ничего плохого и не виновата в смерти тетя, что я не могла заранее предвидеть ее уход? Потому что мне никак не убедиться логически, что смерти я тоже никому не желала, и все дело во благо. Кажется, что я плохая, и подвергла близкого человека риску. Как преодолеть себя, как преодолеть себе эту иррациональную вину и страх? В первую очередь, наверное, хотелось бы спросить, а вот страх, он перед чем? То, что вы себя вините, это понятно. А чего боитесь? Я думаю, что в этом вопросе, который вы задаете, ввиду того, что много довольно присутствует теологии, ну, то есть теологических соображений, теологических высказываний, вот, я думаю, что вам имело бы смысл обратиться здесь к человеку, который разбирается в этом лучше. То есть обратиться, например, к священнику. Потому что именно он, то есть священник, да, может адекватно ответить вам на ваши вопросы. Которые вас волнуют, беспокоят, тревожат. Сначала. Тут дело в том, что мы психологи. Мы живем с светскими специалистами, то есть людьми науки. И с точки зрения науки, то, о чем вы говорите, ну, несколько сомнительных. Вот, поэтому ответить вам так, чтобы не были задеты. Например, ваши чувства выглядят довольно сложные задачи. Тем не менее, тем не менее, переживая в контексте религии, вы все же задаете вопрос психологу, поэтому хотелось бы спросить, чем обусловлен такой выбор. Почему вы выбрали именно у психолога, спросить? Почему вы выбрали именно психологу задать такой вопрос? Не в смысле, естественно, того, что не надо было, а именно, именно вот, чем вы мотивированы были, чем вы мотивировались. С точки зрения психологии и с точки зрения моего подхода, вот, я бы сказал, что вызывает вопрос, самый главный вопрос, а для чего бы вам вообще молиться за свой род? Почему для нас это так важно, почему для нас так важно, вот, молиться за свой род? Откуда у вас в этом смысле мысли о том, что вот без вашей молитвы, да, без ваших молитв, ваш род не выживет. То есть, вот, вот, а только вы можете его, как будто бы, ставьте. Вот, хотелось бы прояснить этот момент, хотелось бы, чтобы вы увидели то, как вы приходите к этому, хотелось бы, чтобы вы, ну, как-то, поисследовали, может быть, немножечко себя, да, вот тут, ну, тут вот, в этом месте, чтобы поисследовали свою реакцию, да, чтобы вы поисследовали. Свои переживания, вот, чтобы вы постарались увидеть, вот, свои эмоции, да, свои чувства здесь, и я думаю, что обязательно обязательно к чему-нибудь вы здесь придете. Ну, на мой взгляд то, что вы довольно много получается получается говорите про вред, то, что вы довольно много, много получается говорить о том, что вы могли, значит, ну, сделать что-то плохое своим, 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 ну, своим близким, вот. Я думаю, что причиной может быть только то, того, что вы как-то злитесь, что вы как-то злились на собственно вот своих близких, вот, не то, чтобы вы, конечно, прямо хотели, чтобы что-то случилось с кем-то, но злитесь. Вот. И по причине того, что вы злитесь, злитесь, по причине того, что вы ну, себе эту злость не принимаете, вот. Ну, то есть, вы пытаетесь, значит, себе это подавить, вот. Когда что-то, что-то происходит, вот. А именно, когда что-то, произошло, ну, когда произошло что-то плохое, вы интерпретировали это сразу как то, что-то сделали вы, что говорит о том, что вот вы, ну, что вы злитесь, говорит о том, что вы определенные эмоции ощущаете, вот, но запрещает себе их выражать, запрещает себе их их проявлять, вот, и коричь дала в них, коричь дала в, вот, свои проживания, коричь, коричь дала свои свои чувства и так далее, вот. Когда человек это делает, когда человек, ну, как бы, вот, запрещает себе злиться, когда человек запрещает себе чувствовать, вот, то, что он чувствует, да, вот, то, в этом смысле может происходить реакция обратно. То есть, вот, вы пытаетесь сохранить, пытаетесь защитить свой рот и так далее, да? Вот. То есть, вот, ну, как бы, ну, маскируя какое-то свое недовольство, маскируя какую-то свою, какую-то, ну, какую-то свою негативную, ну, негативную реакцию. Пытаясь сделать так, чтобы этого не заметил. Вот. Как бы, ну, прячать ее за, вот, как раз фирмой, вот, помощи и так далее. И я понимаю, что вам вряд ли будет, будет приятно это слышать, но попробуйте в общем и целом понять и вы, что человек может за свой рот как-то вот слышит о том, что это может причинить вред, но все равно это делает. Вот. То есть здесь явно ваше чувство находится, я бы сказал, в таком раздрае. Вот. вы находитесь в раздрае. И вот основное, да, что нужно сделать, это, мне кажется, разобраться в себе, разобраться в своих эмоциях, в своих отношениях, в том числе к родным. вот чтобы увидеть по-видимому некие, 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 некие элементы сльяные аэээ, вслияния. Вот. То есть чтобы увидеть то, что вы находитесь сльяна, что вы, не ощущаете себя полностью свободные. Вот. Чтобы не чувствуете себяje в полной мере. И что у вас ваши родные и близкие, несмотря на то, что они как-то вот не хотят вам ничего плохого, они, ну, вполне возможно сами по себе и позитивные люди, но, вот, свободных вы себя с ними чувствуете гораздо меньше, чем хотелось. А чувство вины это подавленное слово. То есть, вот, на что-то вы видите, взлетит, за что-то вы видите, взлетит. Вот. А ваши мысли о том, что может произойти что-то плохое, что я, там, сделал что-то, ну, могла сделать что-то уже, что-то уже главное и так далее. Вот это ваше, такая вот, ваше стремление, вот, сюда как-то проявить, вот, ваше, вот, ваше, вот, ваше, то, стремление как-то себе заявлять, вот. Да, вот, может вполне, может быть, может быть, вам этого не хватает. Ну, вы просто можете себе, повторюсь, это все запрещать. То есть, то есть, вам может хотеть, хотеться этого, чтобы вы себе, вот, в той или иной степени, да, это не позволяет сделать. И если вы себе этого делать ничего не позволяете, то, вот, возникает такая неприятная ситуация. Вот. Поэтому, вот, что рекомендуется, здесь работать с агрессией, вот, с злостью, вот, с личными границами, вашими, с вашими личными границами, рекомендуется работать, вот, и рекомендуется, на что-то разрешать, то есть, нужно сначала признать, вот, у вас наличие определенных переживаний, вот, определенных эмоций, да, которые, да, не очень хорошо вас, может быть, характеризуют. Да, это правда. Но, тем не менее, они ваши, и это просто чувствуете. Действительно? Действительно. Логика, здесь, вот, особо не поможет, это правда, потому что, логикой вы, в том числе, убеждаете себя в том, что вы ничего плохого не хотели, но сам какой-то факт того, что вы об этом вообще подумали, сам факт того, что вы к этому выводу пришли, к этому заключению, к такому причине пришли, что вот вы могли сделать что-то плохое, говорит о том, что у вас гласлость. И, соответственно, работа с чувством вины заключается в том, что вы понимали свои чувства, научились их выражать, и тем самым обрели, ооо, некую целостность свою. Вот, что и привело бы, в итоге, к тому, что вам стало бы проще, эээ, ну, так как жить, проще себя проявлять, вот, ну, конечно, в этом смысле, эээ, конфликты, они тоже, само собой, эээ, могут быть, вот, конфликты, аээ, само собой, естественно, эээ, точнее, конфликты, конфликтов, эээ, может, может быть, больше, вот, это, это правда, вот, потому что, к сожалению, или к счастью, но, эээ, люди, эээ, не заказывали у вас, эээ, такой вот, эээ, такой, я имею ввиду, не слишком удобный, эээ, люди, люди у вас не заказывали, соответственно, могут сказывать вас, принимать, вот, поэтому, само собой, вам нужна, эээ, будет поддержка, вот, само собой, вам нужна будет помощь, эээ, чтобы вот этот, вот, такой, нелёгкий период, нелёгкий этап, в своей жизни, эээ, пройти, пройти и, эээ, к нему, адаптироваться, вот, то есть, ну, научиться, научиться в нём, как бы, существовать, вот, сейчас, вот, ничего, такого у вас нет, к сожалению, ну, это, ничего, ничего страшного, что у меня тут, это, корректируется, корректируется, ну, вот, ваша задача, ваша задача, научиться, ваша задача, научиться, с этими обращаться, 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 эээ, с этими, вот, чистыми, да, с этими ощущениями, вот, с этим, может быть, чем-то таким, новым, да, вот, ну, конечно, понятное дело, что, только при условии, если вы, не избежите, от, эээ, всех этих моментов, да, они идут сразу в отказ, вот, такое, а, такое может быть, к сожалению, вот, если вы, эээ, не будете, эээ, сразу, от этого ходите, а если попробуйте посмотреть, туда, ну, ну, в ту, в ту сторону, ну, вот, появится ре, эээ, реальная возможность, вот, свою жизнь изменит, вот, вот, как-то так, я думаю, это будет, непросто, то есть, само собой, это непросто, и, само собой, что, эээ, у вас, как-бы, ну, будет сопротивление, вы будете сопротивляться, это нормально, абсолютно, что вы, что вы будете сопротивляться, но, эээ, с сопротивлением, можно тоже работать и просто ему позволять быть, вот, сопротивлением, я имею ввиду, ничего страшного в нем, нет, выражая сопротивление, вместо тем, что вы чувствуете с другой, с другой стороны, вы позволяете себе, опять же, более полно себя чувствовать, более полно себя ощущать, более полно понимать, что с вами происходит, ну, вот, чего вы хотите, потому что, условно говоря, то, что вы можете злиться на тётю, совсем не означает, того, что вы не любите тётю. То есть, это, это вещи, не взаимоисключающие друг друга, но для вас, может быть, как раз, исключение, исключение, то есть, вы пытаетесь выбрать, я или хорошая, которая, вот, всё для всех, которая старается, вот, всё для всех, или я плохая, и другая, и прочее, 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 прочее. Это категоричность, ну совершенно очевидно, что ничему хорошему не может привести. Вы все время сталкиваетесь с необходимостью выбирать. Вы все время сталкиваетесь с необходимостью зажимать какую-то часть своей личности. То естественно не может сказываться на вашем внутреннем состоянии, на ваших ощущениях, на том как вы себя воспринимаете и как воспринимаете других людей. В том числе вот как раз моих родственников. Вот я думаю как-то так можно вам ответить с точки зрения психологии. Как я уже сказал, вы можете быть не согласны с такой точки зрения. Может быть не согласны с такой позицией. И я вас прекрасно понимаю, если вы не согласны. Но в таком случае тогда, на мой взгляд, имеется в виду обратиться тоже к психологу. Потому что означенный специалист может дать вам больше той обратной связи, которую вы хотите. Да? Ну а мы... Психологи... Рассказываем меня немножечко в других категориях. Вот. На этом все. Я надеюсь, что вам это было интересно. Надеюсь, что вам это было полезно. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать с собой работу. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok